МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, это программа Наши новости. Меня зовут Кирилл Политов. Начнем выпуск с происшествия. В Арнолье снег, который упал с крыши, едва не убил женщину и ребенка. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как мать с коляской останавливается за секунду до падения с крыши снежной лавины. Очевидцы сообщают, что от удара пострадали три машины, которые стояли в нескольких метрах от дома. Страшно подумать о последствиях, если бы женщина вовремя не среагировала. Сегодня мои коллеги проедут по городу с заданием снять репортаж о том, как управляющие компании предприниматели справляются с уборкой территории. Подробности в ближайших выпусках будет интересно. Как снег на голову, прокуратура принесла извинения Марии Матузной за необоснованное преследование. Это было сделано в письменной форме от лица заместителя прокурора индустриального района Барнаула. Информация появилась в социальной сети, ее сообщил адвокат правозащитной организации Агора. Напомним, дело Матузной было одним из самых резонансных в ушедшем году. В мае 2018-го к ней в квартиру пришли с обыском, изъяли компьютер и телефон и отвезли на допрос. Марии вменялось вину оскорбления чувств верующих и признаки унижения представителей другой расы. Материалами дела стали и мористические картинки на странице Матузной в социальных сетях. В итоге после нескольких судебных заседаний дело закрыли. Это еще не все. Согласно статье, по которой преследование было принято необоснованным, Мария может подать иск о компенсации морального вреда. В эти минуты в Новоалтайске освобождают заложников, которые захватили в плен террористы. Правда, и те, и другие не настоящие. А сама операция проходит в рамках плановых учений. Их проводят совместно силы Краевого МВД, ФСБ, МЧС и других ведомств. По сценарию террористы захватили один из культурно-досуговых центров Новоалтайска. Силовики отрабатывают работу штаба, переговоры с захватчиками, освобождение заложников. Обещают проверить, насколько местные больницы способны справиться с внезапным поступлением пострадавших. Ну вот, кстати, в учениях могут быть вовлечены и простые горожане. Силовики предупреждают, что, возможно, досмотрели. А Кочетков следит за развитием событий. Перейти на газ и навести порядок в законодательстве. Алтайские грузоперевозчики в очередной раз обсуждали, как переломить сложную ситуацию на рынке грузоперевозок и реально зарабатывать, а не работать на грани самоокупаемости. Не так давно они предлагали повысить тариф на транспортные услуги. Теперь решили заменить дорогостоящий дизель на более дешевый газ. Насколько это реально, узнавала Валентина Аскерова. Почти 2 рубля за километр с каждого грузовика по системе Платон, многотысячные штрафы за перегруз, заплатив которые, можно объявлять себя банкротом и цены на топливо, что хоть из профессии уходи. Это лишь часть проблем на рынке грузоперевозок, с которыми ежедневно сталкиваются как предприниматели, так и простые водители. Когда мы начинали 6 лет назад ставки на Москву, грубо говоря, отсюда фраг на Москву стоил 60 тысяч. Сейчас стоимость грузоперевозки отсюда до Москвы 70-80 тысяч. То есть прошло 5-6 лет, диз топлива выросло практически в два раза, а стоимость грузоперевозки практически незначительно приподнялась. Снизит расходы, поможет переход на газовое топливо, заявляют эксперты. Сэкономить на топливе грузоперевозчики могут в два раза, но для этого нужно купить грузовик, который работает на метане. Если на дизеле 100 километров мы проедем за полторы тысячи, то на метане всего за 600 рублей. Правда, такой грузовик удовольствие не из дешевых. Его цена 10 миллионов рублей, на 2 миллиона больше, чем дизельного. Конечно, через пару лет окупится, но все равно пока это не посильная нагрузка для предпринимателей. Президент Национальной ассоциации грузового транспорта Владимир Матягин, который специально приехал на встречу из Петербурга, видит выход в объединение. Вот смотрите, стоит у нас грузовик сзади, да? Один человек этот грузовик может сдвинуть с места? Я думаю, сложно, да? А если все люди подойдут в легкую, так же и в экономических аспектах. Консолидируясь, если я приду покупать один грузовик, то мне будет цена очень большая. А когда мы с консолидируем, сказали, что мы хотим купить 100 грузовиков, то у нас цена будет на 20-30% ниже. На встречу грузоперевозчиков собралось около 100 человек. В Алтайском крае их, конечно, в разы больше. И у всех накопилось много вопросов, которые они хотели бы обсудить не только между собой, но и задать вопросы представителям весового контроля, а также и специалистам Минтранса. Но они навстречу не пришли, сославшись на занятость. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. В значке октября чернильницы и вымпелы 80-летие Алтайского института повышения квалификации педагогов отметили в духе советской эпохи. Сотрудников института поздравили коллеги из Российской академии образования и представителей Краевого министерства. Отметим, на базе учреждений ежегодно свою квалификацию повышают более 15 тысяч педагогов не только края, но и соседних регионов. Сейчас в состав института входят 4 факультета. Здесь же располагаются центры финансовой грамотности и мониторинга здоровья учащихся. Как сообщают представители Минобра, в будущем в учреждении планируют осваивать проект цифровых школ. Гармоничное сочетание аналоговой работы учителей, скажем так, миловой педагогики и цифровой педагогики, чтобы это было интересно детям с одной стороны и удобно, и понятно и родителям, и учителям. В фойе концертного зала «Сибирь» для гостей праздника работала интерактивная выставка с атрибутами школ прошлого века. Знаковыми экспонатами стали учительская газета, где в советское время писали про педагогов-передовиков, а также барабан пионера и знамя с ликом вождя мирового пролетариата. Традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Скоро весна, смотрим на столбик термометра. Итак, в Бийске всего минус 2 в Рубцовске, вон вообще минус 1. Еще теплее около 0 в Змейногорске и Заринске. Больше всего везет жителям Белокурихе. Там до 5 со знаком плюс. Завидуем. В Барнауле-то у нас прохладнее, сегодня днем плюс 1. До весны осталось немного. 722-301, телефон нашей редакции. По-прежнему ждем звонков. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. Не пропустите. До новых встреч.